Самое простое и самое полезное, что может быть для начала, для начала, это цианобактерии. Да, пусть работают миллиард лет. Причем, не миллиард, зачем? Они готовы. Нет, пусть они там работают, атмосферу планеты. Зачем миллиард лет? Несколько столетий. За 10 тысяч лет. Считали. Несколько столетий. Проект Сагана. Забросьте на Венеру эти цианобактерии, они там переработают атмосферу. За 300 лет, по-моему, считали. Ну, тысяча лет. Ну, тысяча лет, да. Но тут опять засада там. Опять засада, потому что кислорода на планете не было. Железо все лежит просто так, растворенное в воде, плавает. А железо везде полно. Сначала его нужно окислить. На Земле ушло, по-моему, сотни миллионов лет. Вот. Вот. Значит, чтобы... То есть кислород, появляющийся в атмосферу, немедленно будет связываться на то, чтобы окислять железо. Да, вот вопрос, насколько немедленно. А если мы вот здесь выведем таких ядреных этих самых цианобактерий, которые будут выделять кислород, если там есть углекислый газ достаточно, быстрее, чем его будет поглощать железо, то они таки сделают атмосферу за сотни или тысячи лет. Ну вот, ну вот. Вот. Вариант. Вариант. Ну, а дальше-то чего? Ну, я не уверен. То есть это надо считать, а для того, чтобы это считать, нужны не мы с вами, а нужны химики там, биологи. А человечество-то от этого, тепло или холодно, мы-то тут. Да, но кислород-то сделали, да, на атмосфере этой планеты. Нет, ну, ты сам объяснишь, нам-то всё равно не добраться. Она стала, да. Нас нужно заморозить, разморозить, и вообще, ребят, как и по дороге не испортить. Да, человека нельзя, да, человека нельзя. То есть мы делаем это просто так, альтруизм, жизнь, сеем по-голадски. Это, это программа минимума, это уже альтруизм, что мы посеяли жизнь. И более того, а червей-то мы тоже можем туда сразу закинуть. И вы говорите, вот, а это у нас уже всего полтора миллиарда лет, вот, всего полтора миллиарда лет. То есть уже мы чего-то полезное сделали, правильно?